Вы слушаете канал жаж.клаб Кумулина. Клонированная мышь, которая вошла в научную историю. Забудьте об овечке Долли. Рождение мыши по кличке Кумулина 25 лет назад положило начало генетической революции. Это был печальный день на кафедре анатомии и репродуктивной биологии Гавайского университета в Мануа. 5 мая 2000 года пожилая мышь по кличке Кумулина, чье рождение попало в заголовки международных газет, умерла естественной смертью, она была особенной, сказал тогда Рюдзе Йенагимати, главный исследователь лаборатории. Кумулина, родившаяся 3 октября 1997 года, стала первой успешно клонированной мышью и вторым млекопитающим, когда-либо клонированным из взрослой клетки. Она также была предшественницей метода, который раз и навсегда установил, что долгожданная возможность клонирования животных может быть легко осуществлена. Ее рождение произошло всего через 15 месяцев после рождения овечки Долли, первого в мире млекопитающего, клонированного из взрослой клетки, шокировавшего как ученых, так и общественность. В некоторых кругах подняли этические вопросы о возможности клонирования человека, похожей на научную фантастику, а также вселяя во всем мире надежды на грядущие прорывы в биомедицине. Однако успеху Долли предшествовал сложный процесс. Из 277 эмбрионов, клонированных ответственными учеными из Института Рослина в Эдинбурге, в 1996 году, родилась только Долли. Метод команды включал удаление ядра из яйцеклетки шотландской чернолицей овцы и соединение посредством электрошока с клеткой молочной железы овцы Финдорсет, чтобы они могли слиться. Затем они имплантировали эту необычную яйцеклетку, которая содержала полный набор ДНК, но никогда не была оплодотворена, овце, которая носила ее до самого рождения. Фото, live.ru В 1997 году ученые из Рослина произвели еще двух клонированных овец, используя аналогичную технику. Но тем временем Терухико Вакаемо, один из научных сотрудников Яногимати на Гавайях, выдвинул другую идею. Вакаемо был воодушевлен известием о рождении Долли и проводил свободное время в лаборатории, пытаясь создать клон мыши. Он удалил ядра из яйцеклеток и замени их инъекцией ИДИР, взятых из клеток кумулюсов взрослых мышей, которые обычно играют роль в созревании яйцеклетки. Затем он имплантировал эти специальные яйца суррогатным самкам мышей, чтобы посмотреть, будут ли они успешно рожать. После ряда неудачных попыток осенью 1997 года Вакаемо и Яногимати получили ошеломляющий результат – здоровую самку мышиного эмбриона. Они назвал ее кумулина в честь клеток, которые использовались для ее создания. Получивший международное признание за свои достижения, Вакаемо стал профессором университета Яманаси в Японии, а Яногимати основал институт исследований биогенеза в Гавайском университете. Через год после рождения кумулины Вакаемо и Яногимати создали еще 84 клонированных мышей, развеяв затянувшийся скептицизм по поводу возможности клонирования. Метод Вакаемо оказался более эффективным, чем тот, который ученые из рослина использовали для создания долли. Кумулина действительно стала прорывом в технике клонирования, говорит у Стивен Уорд, директор института исследований биогенеза Гавайского университета. К настоящему времени ученые клонировали более 20 видов животных. Мыши, созданные с помощью метода переноса Идер, который использовался для создания кумулина, в настоящее время являются самыми многочисленными клонированными животными в мире. Тем не менее, некоторые из наиболее впечатляющих сценариев 1990-х годов о клонировании не сбылись. Исследователям до сих пор не удалось, например, заменить отказавший орган умирающего человека новым, созданным из клонированных клеток. Но ранние работы, в результате которых были получены долли, кумулина и другие клонированные животные, способствовали развитию технологий стволовых клеток, которые теперь помогают ученым изучать регенеративную медицину, исследовать основы различных заболеваний, от лейкемии до диабета, и разрабатывать новые фармацевтические препараты. Фото, live.ru Лабораторные мыши обычно не доживают до старости, но команда Янагимати приложила все усилия, чтобы кумулина прожила долго. Они даже устраивали для нее дни рождения, она была довольно избалованной мышкой, говорит Кристен Фредерик Фрост, куратор отдела современной науки Смитсоновского национального музея американской истории. Кумулина дожила до двух лет, что эквивалентно более 90 годам по человеческим меркам. После того, как она умерла, Янагимати хранил ее в морозильной камере, пока местный школьный учитель не предложил таксидермию тела. Учитель изобразил кумулину с куском подел. Продолжение истории читайте на сайте жаж.клаб.